Артемия Панченко В этом уже третьем сезоне «Большой сцены» поговорим с ее бессменной участницей Ольгой Решко, директором туристического агентства «Глэм Тур», офисом продажи федерального туроператора «Пегас Туристик». Здравствуйте, Ольга. Добрый день, Митя. Вы участвуете уже в третий раз. Что для вас театр и что для вас большая сцена проекта? Знаете, я вообще люблю в жизни познавать что-то новое. И «Большая сцена» — это такой большой творческий проект, который делает внутри у меня очень много открытий. Ну, во-первых, я хотела бы сказать большое спасибо журналу «Автограф» за то, что он придумал этот проект, потому что я считаю, что это знаковый проект для нашего города, который собирает очень творческих, интеллигентных и позитивных людей из бизнес-сообщества, с которыми приятно пообщаться, с которыми мы общаемся и после проекта, с которыми мы стали добрыми друзьями. И, возможно, еще какие-то очень добрые дела и добрые мероприятия совместно можем сделать в нашем городе. А театр для вас что? Почему вы решили участвовать в театральном проекте изначально? Ну, театр — это какое-то новое преодоление. Я очень люблю такие комфортные преодоления. И это в первую очередь творчество. Моя профессия вообще предполагает что-то творческое. У меня в офисе все менеджеры поют, танцуют, очень позитивны, потому что для того, чтобы своять какой-то такой интересный запоминающийся отпуск для клиента, нужно обязательно быть творческим человеком. И театр, конечно, наполняет меня творчеством, репетиции наполняет творчеством. И, вы знаете, так немного, вот нашу немного серую, даже зимнюю жизнь иногда в городе, театральные репетиции наполняют абсолютно новым, интересным позитивом. А кто такой средний, грубо говоря, участник проекта «Большая сцена»? Кто вообще приходит туда участвовать? Ну и с какими целями? Вы знаете, там очень много предпринимателей, и в то же время там есть и врачи, и учителя. То есть огромное количество профессий, строителей. Я думаю, что просто вот им не хватает вот в этом нашем маленьком городе какой-то полной реализации в профессии. Им хотелось бы получить какие-то новые ощущения и, может быть, как-то вырасти. Может быть, в собственных глазах, может быть, как-то вырасти для того, чтобы больше взаимодействовать со своими клиентами. И поэтому все приходят на эти театральные площадки для того, чтобы чему-то научиться, потом себя преодолеть. И, конечно, выйти на сцену, когда перед тобой 700 зрителей. Вот это дорогого стоит, и когда это получается, то огромное удовольствие получают все актеры и зрители. То есть это получается такой мастер-класс, грубо говоря, в становлении в творческом, да? Совершенно верно. Это такой личный мастер-класс, ну и плюс замечательное общение с такими же людьми, которые хотят получить такой же мастер-класс. Ну а как вам помогают вот эти театральные навыки, которые вы получаете на большой сцене в обычной жизни? Вы знаете, мы на рынке работаем с 95-го года, и огромное количество постоянных клиентов у нас. И мне хотелось бы, знаете, чтобы с клиентами были какие-то новые точки взаимодействия. И я обязательно приглашаю своих клиентов на спектакли. Они с удовольствием приходят, смотрят наши спектакли. И уже в офисе, когда мы с ними разговариваем про их отпуск, у нас появились новые разговоры о театре, о театре в России, о театре за рубежом, о каких-то спектаклях, о каких-то пьесах. То есть мне очень нравится, что у меня появилась с клиентами какая-то новая такая струя взаимодействия через театр. И мне проще их познавать и уже попадать в их отпуск и подбирать им отпуск. Но вы из сезона в сезон участвуете в группе режиссера Александра Савина. Почему именно вы к нему ходите? У вас с ним какой-то творческий тандем уже сформировался? Или это он вас всегда забирает к себе и не отпускает? Вы знаете, ну Александр, он такой, знаете, внутренне наполненный человек. Он очень хороший актер, но и вот эта внутренняя составляющая, открытость людям, которая очень сильно объединяет его команды. То есть он со своими актерами сначала разговаривает о внутреннем мире актера, потом о внутреннем мире роли. Не просто, так скажем, мы какие-то сюжеты делаем на репетициях, а сначала мы психологически разбираем каждый случай в нашей пьесе. И, конечно, это, знаете, вот эта открытость людям, плюс огромное количество творчества, которое есть у него в голове, она объединяет наши команды. Мы становимся такой уже хорошей творческой группой, готовой к каким-то хорошим открытиям на сцене. Вот, поэтому, плюс он подбирает репертуар. Первый репертуар был, это классика, 18 век, это был Островский. Это было очень интересно погрузиться в этот век, и проблематика отцов и детей, которые существуют до сегодняшнего времени, это было интересно. Второй спектакль, который он предложил, это Шукшин, Степкая, это наш земляк. Это тоже знаково поучаствовать в таком спектакле, тем более нас пригласили на шукшинские чтения, где мы тоже выступали с этим спектаклем. И вот сейчас третий спектакль, такой музыкальный перформанс, мне это очень интересно, потому что я сама по себе очень музыкальный человек, и вот в этом третьем спектакле он мне предложил попробовать играть на фортепиано, сопровождать, и вот это очень интересно. Поэтому, вы знаете, я пошла с ним и в четвертый, и пятый спектакль, потому что он постоянно предлагает какие-то новые модели и постоянно как-то по-новому интересно ведет репетиции. Ну а смена театра на вас как-то сказалась? Раньше было в Мускомедии, теперь в Молодежном театре Алтая. Есть разница? Ну, по поводу Мускомедии хочу сказать, что это, конечно, дорогого стоит, что мы вышли на сцену в качестве артистов в театр музыкальной комедии. Это было, конечно, очень интересно всем. Плюс там замечательный состав, который нас обслуживал, там прекрасные постежуры, там великолепные костюмеры, которые нам помогали перевоплотиться в наши образы. Спасибо большое этому театру. А что касается театра, в котором мы сейчас выступаем, это тоже молодежный театр, который создал тоже наш земляк. Поэтому, и плюс наш режиссер является ведущим актером этого театра, поэтому, знаете, мы приходим как к себе домой и уже очень полюбили этот театр. Ну и у нас буквально минутка осталась. Давайте о благотворительной части проекта поговорим. Основная миссия проекта – это помощь онкобольным детям. Часто ли вы участвуете в благотворительных мероприятиях каких-то других, помимо большой сцены? И как вы помогаете? Знаете, я являюсь членом управления общественной организации Алтайской региональной ассоциации туризма. И очень много благотворительных проектов мы проводим, помогаем детдому. И, в частности, моя компания, все благотворительные организации, которые к нам обращаются, мы стараемся по возможности им помогать. Спасибо большое, Ольга. Я напоминаю, что у нас на носу премьера спектакля «Большая сцена» третьего сезона. С нами была бессменная участница проекта «Большая сцена» Ольга Решко. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok